Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем на него отвечать, я бы хотел несколько слов сказать в качестве такой небольшой. Вот, вот. Вопрос сам по себе. Не является, скажем так, очень обширным. И, на мой взгляд, один из важных аспектов заключается в том, на что вы нацелены. Я имею в виду, если вы нацелены, например, на то, чтобы просто узнать, могли ли вы что-то, допустим, да? Вот. Или не могли вы что-то, допустим. Это одно. Если вы хотите, как бы, ну, что-то в своей жизни менять, то это другое. И, я думаю, что глобальный такой месседж вашего сообщения заключается в том, что, вот, каким образом человек приходит к тому, что, вот, ну, почему ему нравится то, что нравится вам. Да? Я сейчас об этом буду говорить. Почему? Потому что здесь я перекладываю ответственность на другого. То есть я чего-то хочу, но сам я об этом не говорю, потому что у меня тут сложилась определенная модель поведения, при которой, при которой, например, там, за меня что-то решали. Да? Вот. И, соответственно, я выбираю вот поведение несколько такое вот, пассивное в этом смысле. Но, при этом, что, вот, важно понимать, да? При этом, что важно понимать, что часто в этом случае желания человека остаются неудовлетворными. Итак, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос. Мы с женой в браке уже пять лет, имеется двое детей, мне 37, ей 33 года. Весь наш брак, мы периодически ссоримся, то по одной, то по другой причине. Не всегда, а потом миримся, но вот последнюю ссору я учел жить в другое жилье, и мне почему-то даже не хочется ей писать, либо звонить. Хотя раньше у меня всегда возникали чувства различных гнетущих эмоций, которые заставляли мне написать, либо пойти на примирение. Такое ощущение, что я просто настолько устал терпеть ее стены резности, хотя никогда не гулял, устал нести на себе весь груз семейных расходов, даже отказываясь себе в чем-то. Но все равно я всегда недостаточно хороший, недостаточно, что настоящий мужчина должен быть такой-такой. Меня беспокоит то, что я обеспечиваю все, включая няню, водителя семьи, открывая ей бизнес, который открывается через несколько месяцев, при этом говоря, какой должен быть мужчина. Но мне обидно, что я не чувствую тела, который мог бы брать и сохранить и созидать все то, что я приношу в дом. Такое ощущение, что я должен порой думать и за папу, и за маму. Но сейчас, живя один, я чувствую, как мои нервы спокойны, мне можно ничего не бояться. Зови к вопросам, хочу ли я прожить так свою жизнь, изменится ли она. Мой вопрос, мог ли я находиться в таких отношениях из-за своей потребности, чтобы кто-то деминировал надо мной из своих детских травм, так как в похожей манере со мной всегда поступал мой отец. Могут ли эти отношения измениться, если я начал осознавать свою травму. Травму удовольствия, мой родитель выражал свою любовь ко мне через тиранию. Я искренне люблю своих детей, но жить так больше, больше нет. Что ж, давайте по порядку. У вас тут несколько важных аспектов, на которые, собственно, нужно обратить внимание. Итак, мы с женой в браке пять лет, имеются двое детей. Ей 37, мне 37, ей 33. Итак, вы в браке пять лет. Давайте подумаем. Что общего между вами? Ну вот, просто, что вас объединяет? Что вас связывает? Вот, скажем так, друг с другом, что вас связывает. Давайте вот на этот вопрос, постараемся ответить, потому что это важно. От того, что между вами общего, в том числе, зависит, возможность и перспектива сохранения отношений. Да? Потому что, да, конечно, у вас могут быть определенные трудности. И, как вы пишите, да, вы можете ссориться со своей женой. Это, в общем-то, ну, не сказать, чтобы, знаете, прям, какая-то уникальная история. То есть, люди ссорятся, это нормально. Я больше здесь говорю про то, что ссоры приобретают фатальный, скажем так, характер. В тех случаях, когда люди, ну, мало имеют связующих звеньев между собой. Когда, например, ссора, это, допустим, ну, вот, не много, не много, не мало, единственный способ коммуницировать. Вот. Если вы в данном случае понимаете, что я имею в виду. То есть, когда у людей, кроме как через ссору, больше нету возможности коммуницировать от слова, от слова совсем, от слова вообще. Понимаете, да? И вот, как бы, пять лет вместе, это не самый большой, но уже не маленький срок. И вы, детей, у вас, хотелось бы понять, какое значение, в данном случае, для вас имеют, имеют дети. То есть, вот, какое значение вы придаёте детишкам, какое значение жена придаёт значение детишкам. Вот. Потому что детишкам хорошо, но с этим нужно быть готовым. Готовым. Ну, ну, вот, вот, по возможности. А вот готовы ли вы к, как бы, к своему, ну, к детям. Вот этот вопрос пока что не очень понятный. Дальше. Мне 37, мне 33. Какое значение имеет возраст? Вот здесь. Весь наш брак, мы периодически ссоримся. По одной, то по другой причине. Всегда и миримся. Значит, по поводу ссор. Изучите, пожалуйста, психологическую игру «Скандал», так и напишите психологическая игра «Скандал». Вот. Она позволит вам несколько лучше понять, в принципе, механизм ссоры как таковой. То есть, ну, чтобы вы вот для себя, да, смогли увидеть в общем и целом, что происходит. То есть, понимаете, ссора – это не случайная история. Ссора – это, в общем-то, механизм вполне себе закономерный и он более, скажем так, более закономерен, чем, ну, вот, может быть, что-то другое, важно, вот, потому что, когда люди ссорятся, значит, в первую очередь, вот, в первую очередь, люди ссорятся, когда… они или когда есть проблема с недоверием, то есть когда я тебе не доверяю, когда я тебе сомневаюсь, то есть недоверием рождает пригодность, пригодность рождает страх, и страх становится уже превращается в такую вот своего рода агрессию. Ссора возникает, когда человек подавляет что-то в себе, то есть не может быть собой, вот, и ссора возникает тогда, когда у людей есть определенные сложности с близостью, то есть когда выстраиваются такие вот доверительные, открытые отношения не получаются. В том числе это касается интимных, жизни ссоры, дорогие часто заменяют интимную жизнь, зато тоже это нужно учитывать. Вот. Понимаете? Да, к чему идет речь в данном пульсе. Дальше, значит, и висите, вот, психологическую игру, а, значит, скандал, вот, и висите, пожалуйста. И, я надеюсь, что вам станет понятным, более понятным механизм. Дальше. Вы говорите, мы миримся всегда. А как происходит, вот, примирение? Ну, то есть, вот, если вы, если вы мирите, то как оно, да, примирение происходит, каким образом оно происходит? То есть, вы к чему-то приходите, каким-то выводом, значит, ну, каким-то выводом вы приходите, да, вот. Или как. Вот. Это очень важный момент. Потому что без понимания, скажем так, механизмов того, как вы, например, 40 лет, из того, как вы мирите, без понимания этих механизмов, в общем-то, конфликты будут повторяться снова и снова. Вот. И вот, то, что вы говорите, например, что мы всегда миримся, ну, кто мы? Вот, кто мы миримся? Вы можете только за себя, вот, говорить в данном случае, что, ну, например, я мирюсь. Вы можете говорить так, что я мирюсь. Да, это правда. Вот. А говорить, что мы миримся, ну, нет. То есть, тут у вас, на мой взгляд, срабатывает механизм слияния. Вот. То есть, ну, то, что вот вы со своей женой, вот, в таком вот слиянии, вероятно, находится. Дальше. А, значит, да, причины ссор. По одной, то по другой. Какие причины? Последние ссоры я учил видеть. Другое жилье, мне почему-то даже не хочется ей писать, либо звонить. А, вероятно, последний раз, а, последняя ссора была, а, какая-то, вот, что называется, знаете, не совсем обычная. То есть, вероятно, последняя ссора была, а, какой-то другой. Вот, знаете, так бывает, когда, вот, вроде бы, вроде бы, все то же самое, вроде как. Но, здесь такое ощущение смутное, что то же самое, то же самое, да не совсем. Вот, вполне вероятно, что у вас что-то подобное произошло. Когда вы, вот, чувствуете, что, вроде бы, все как обычно, да, в то же время нет. Вот. Связано это зачастую с тем, что человек может что-то для себя лучше понять. Человек может что-то для себя лучше увидеть. Вот. То есть, вот такой момент, такой аспект, он вполне может иметь место быть. Тем не менее, я бы хотел, тем не менее, я бы хотел, чтобы вы постарались увидеть, чем эта ссора отличается от другой. А вот в чём, в чём, в чём, как-бы, её отличия. Потому что, то что она отличается, это как эффект. А вот что, что отличается, это пока вот непонятно. А выявить это очень необходимо, потому что это позволит отталкиваться от того, чем вы живёте. Дальше. Мне не хочется писать. На них хотя раньше у меня возникало число различных нитающих эмоций, которые заставляли меня либо писать, либо прийти на примирение. А что за гнетущие эмоции у вас? Это эмоции вины, эмоции страха, эмоции чего? Может быть эмоции стыда, например. Что это за эмоции гнетущие? Обратите внимание, да, что вы это делаете не из как-то любви к вашей жене. Да? А из, вот как раз, из этих нитущих чувств. Это то, что психология принято называть чувствами рэкетными. Такие рэкетные чувства. То есть чувства заставляющие. Такое ощущение, что я просто настолько стал терпеть без цены ревности. А терпеть цены ревности? Цены ревности это когда человек вас не уверен в вас. А дальше не верим в себя. Значит, вы выбрали. Такого человека. Сейчас, вот свою жену. Который не верим в себя. Такого человека вы могли выбрать только потому, что вы не верите в себя сами. Жена это ваше отражение. Жена в вас сомневается, потому что вы в себе сомневаетесь. И пытаетесь ее, условно говоря, задобрить. Вот вы оправдываетесь. Я никогда не гулял. Я верю в то, что вы никогда не гуляли. Но верю в то, что вы подавляетесь в свои желания. Вот. И ваша жена это. Жена это чувствует, что вы подавляетесь в свои желания. Вот. И это не обязательно связано. с тем, что вам чего-то хочется. Что несколько, так скажем, пугает вашу жену. Вот. Ну это, повторюсь, это нормально. Это нормально. Ну в данном случае это абсолютно нормальная история. А отношения выстроены так, что если вы, там, все для человека, условно говоря. Да. Вот если вы, там, все для человека делаете. То, конечно же, человек будет бояться, что у вас, ну, ваши собственные желания боятся. Ну вот. То есть это нормально, в данном случае. Такой вот, ну, такой, такой страх, в данном случае, он естественный, так скажем. Вот. Дальше. Устал нести на себя груз семейных расходов. Да. А, давайте подумаем. А как вышло, что вы этот груз на себя взяли? Каким образом так вот получилось, что вы его на себя взяли, этот груз? А для чего, ради чего, зачем вы его взяли? Вот. А Я не в том смысле, что вы стать плохой делать. Вберя груз с а .... а не груз onun расходов. Я больше, скорее, все, Generation. Вот из какого чувства вы это делали? На мой взгляд, изщ 아니고 того, чтобы доказать, что вы настоящий мужчина. Для этого вы брали на себя груз всех этих обязанностей и ответственностей. Отказывай себе в чем-то, но все равно я в стране достаточно хороший и что настоящий мужчина должен быть такой-такой. Вырежать здесь проблему своего, так скажем, доказывания. Например, отцу, да, удалось быть достойным, потому что в глубине души вы себе считаете недостойным. В глубине души вы себя в этом смысле обесцениваете. Что вы считаете, что с вами что-то не так. И вот здесь, поднимая тему тирании, хочется сказать, что вы как бы говорите о том, что к вам отец относился негативно, да? Но сейчас же отец к вам уже так не относится, а вы в какой-то степени все равно выбираете, как бы исходить из позиции, что с вами что-то не так. Так. Это ваш профессор. Отец здесь у вас уже ни при чем. То есть вот на данный момент он уже не делает ничего для того, чтобы нас в этом состоянии удерживать. Удерживаете в этом состоянии себя вы сами. Да, вы это делаете не специально, я не говорю, что вы это делаете специально, вы себе не враг, но тем не менее, это то, что с вами происходит, ну вот в том числе сейчас, да, это у вас соответственно ваш, а не отца, ну вот тоже, ну, сейчас, сейчас. Вот. И соответственно вам желательно исходить из этого, что ответственно от вас, и что пытаетесь выращивать проблемы в своей неидеальности и вероятно ущербности какой-то. Вот. То есть в глубине души вы считаете себя каким-то неправильным. Вот. И жена, вот, в данном случае, ваша семья, возможно, я подчеркиваю, возможно, я не знаю, становится плавдармом для доказательства того, что с вами все в порядке. Вот. Того, что вы бастали. Вот. Понимаете? Вот. Понимаете, да? Какая штука? Получая. Не очень такая вот хорошая, в данном случае. Ага. И, соответственно, жена, она от вас, вот, ну, в определенной степени неуверенности чувствует и реагирует на нее, конечно, конечно же, тревогой, страхом, агрессией, паникой, требованиями, вот. Понимаете, да? Обратите, пожалуйста, внимание, что я вас не обвиняю в ничем. Вот. Я не считаю, что вы виноваты. Я просто пытаюсь показать вам несколько общую картинку вашей ситуации, которую вы описываете. На мой взгляд, это достаточно важный момент, достаточно важный элемент. Далее. Так. Значит, отказывай себе. Так. Меня беспокоит то, что я обеспечиваю абсолютно всем, включая няню водителя семьи, открывая бизнес, которым закрывается несколько месяцев, при этом говоря, какой должен быть мужчина. Вы это делаете для чего? Опять же. Вы это делаете для того, чтобы, очевидно, человека удержать. Вы это делаете для этого. Чтобы человека удержать. Потому что вам кажется, что если вы ничего этого делать не будете, то она с вами и не будет вместе. То есть, вы считаете, по сути, вы считаете, что любить вас, в общем, не до что. Вот. То есть, вы вот так позиционируете себя. Что, ну, вообще-то, меня можно любить только вы заново. То есть, я вот что-то делаю. А сам к себе я, ну, не очень. Ну, как бы опять же повторюсь, что ваша жена, она это чувствует. Вот. Ваша жена, она это замечает. И, соответственно, ведут сюда. Ну, вот так скажем, подобающим в этом смысле образом. Вот. Возможно, вы её сами научили. Вот. Жить. Вот. Возможно, вы её сами показали ей, что, что... так с вами можно. Ну, такие отношения с вами. Можно выстраивать. Ага. Дальше. Что здесь? Вот вы и пишите. Мне обидно, что я не чувствую силы, которые мог бы брать и сохранить созидательство, то, что я приношу в дом. Я не очень понял смысл этой фразы, но могу сказать одно. Что, если вы все берёте на себя, если вы пытаетесь всех человека задобрить и купить, о каком тыле может идти речь, чтобы был тыл. Чтобы был тыл. Нужна ответственность. Ну, я имею в виду ответственность другого человека. А ответственности это нет, потому что есть вы. который всю ответственность как бы берёт на себя, на себя, на себя, на себя и, в общем-то, делает всё и всё. Так зачем в этом смысле, зачем брать на себя тыл? То есть вы говорите о том, да, что вам хочется тыл. Я понимаю, но обратите внимание на то, как вы выстраиваете отношения. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы же в этом смысле всё берёте на себя. Вот. Вы сами говорите, что я там всё оплачиваю, я там всё делаю, вот. Ну, откуда же тогда тыл взят, если нет чёткого разграничения ответственности. Вот. Сейчас вы в этом обвиняете свою жену вероятно, что она вот такая. Вот. Ну, её можно обвинять, да. На ответственность строят двое людей. И, прежде всего, надо менять кого-то, ну, посмотрите, а что делаю я? Вот. Какая моя модель и линия поведения в этом смысле? В этом смысле, в этом смысле, так сказать. Вот. Цель я здесь делаю для того, чтобы у меня действительно был, был, спил. Вот. Это и то общее между партнёрами, о чём я вас уже спрашивал. Вот. Это и те, так сказать, послания, которые вы друг другу спрашиваете. Вот. То есть это довольно много вещей, из которых, как по кирпичикам устраивается модель отношений. Вот. Дальше. Для чего тыл вам? Почему вы так много уделяете этому внимания? Что вот, я хочу тыл, мне нужно вот, чтобы кто-то созернал там, приумножал то, что я приносил в дом. Вот. Значит, с одной стороны, это подтверждение собственной нашимости, ценности, важности вашей, как мне кажется. Вот. А с другой стороны, это, на мой взгляд, про защищённых. Вот. Вы хотите себя чувствовать защищённым. Вот. Но сами вы, вот сами вы, для того чтобы почувствовать защищён. Сами вы. Что для этого делаете? Вот непосредственно вы сами, что делаете для этого, чтобы почувствовать защищён. Лучные границы, свои правила, структура ваших приоритетов. Забота о себе. Нет. Здесь же вы, вы в этом смысле, всё пытаетесь сделать через других людей. Да, я понимаю. Я понимаю, что может быть по-другому вы не можете. Скорее всего так. Моя задача увидеть. Моя задача увидеть это и показать вам. Вот. Что я и делаю. Сейчас. Показываю вам. Этот момент. Вот. Что, как бы, штука вся. Что, да, вот, в чем вся штука. Что вам обидно, что нет стрелы, потому что стрелы это ваша подушка безопасности. И, конечно, хорошо, когда эта подушка есть. Хорошо, когда она есть. Но желательно, чтобы зависели вы не только от неё. Чтобы было что-то ещё. Дальше. Такое ощущение, что я должен, думаю, порой за мамой за мамой. Боже никому. Вы сами выбирайте, как действовать. Сейчас я живу один, и я человек меня распокоен. Мне можно ничего не бояться. Потому что вы не сталкиваетесь с нищей оценкой. Да, есть вопрос, хочу ли я так прожить свою жизнь и изменится ли она. Ну, без вашей работы над собой нет. Могли находиться в таких отношениях и за своей бодренностью, чтобы кто-то доминировал надо мной из-за своей детской травмы. Можете. Можете находиться в этих отношениях, да. Для доминирования, может, чтобы чувствовать себя таким образом безопасно, да, можете отобрать. Вот. Но, здесь есть когнитивная ошибка в том, что вы ищете причину, а невозможность поменяться здесь и сейчас, и прикладываете все на драму. Вот. То есть, как бы, ну, прикладывать соответственно. Да, драма может быть присутствует, но, по-другому, как бы, ваше отношение к ней реально нужно еще увидеть. В похожей ситуации со мной всегда поступал отец. Это сценарное поведение, соответственно нужна коррекция сценария. Могут ли отношения измениться, если я начал осознавать свою травму? Не совсем. Осознавать драму, во-первых, во-первых, чтобы вкладывать его в сознание. Во-вторых, требуется внутренняя работа со специалистом. Вот. Я, если не люблю своих детей, но жить так не могу. Да? Это правильно. Хорошо, что вы на это обратили свое внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам, чтобы буду благодарен за обратную связь, полную ему ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Уп Sveriges